привет охотники значит хочу записать одно интересное видео которое в принципе пригодится не только начинающим релоудером но и продвинутым уже товарищем которые столкнулись с такой проблемой когда вы делаете обжим до антогильзы значит есть вот такой наборчик продается в магазине такой вот наборчик продается там что-то 150 160 гривен он стоит примерно значит и проблема этого набора сосновки что здесь есть такая вот обжимная втулочка значит и получается когда вы обжимаете тонцы гильзы то такие вот патроны очень часто не подходят к турецким ружьям в частности я говорю про помповое оружие потому что была такая ситуация когда мы были на постружках с товарищем мне попросил сделать ему патронов вот и когда начали стрелять патронник не догоняет но не досылает патрон вернее затвор не досылает патрон в патронник и не происходит выстрел а потом еще проблема состоит в том что он не может назад выдернуть гильзы патроны клинились в патроннике значит и проблема этой ситуации была в том что вот это вот гайка вот если взять ее проверить то есть она бы вроде вроде бы как вот когда я обжимаю но она вот так вот плотненько находит но с этой стороны она вот хорошо заходит но люфтов как бы нету а если взять допустим заводской патрон она чуть-чуть люфтит и получается вот этот как бы вот этих вот пол миллиметра они как раз играют такую жестокую ситуацию значит и чтобы решить эту проблему значит в магазинах продается вот такая вот гаечка значит ну в частности это 12 калибр она стоит 40 гривен вот когда я ее докупил вот эти вот гирзочки которые я обжал через нее они уже идеально заходят видите хоть с этой стороны хоть с этой стороны значит то есть именно так как на заводском патроне получается значит обжимку я делаю на станке упс 7 как это происходит значит смотрим значит вот декапсулируем гильзу значит как это делать вы все знаете значит одеваем вот эту вот гаечку одеваем вот эту вот втулочку дожимную здесь на ничего нету то есть все выкручено и просто надо нажать нажимаем до конца с усилием вытаскиваем вставляем вот эту вот втулочку которая идет в комплекте теперь ставим вот эту втулочку на эту втулочку сверху ставим и все красиво у нас расходится распадается и получается вот у нас обжатая донца то есть автоматически происходит калибровка под капсуль так как идет сильное сжатие значит вот берем проверяем то есть в двух сторон хорошо заходит и лифтит все как на заводском патрончике смотрят видно заводской патрон еще не стреляны все было а вот этот вот патрончик который проходил просто калибровка вот этой гайкой значит он очень очень так очень вплотную не люфтит вот такая вот ситуация значит следующим этапом после того как обжалось донца мы будем в горячей воде покажу как я это делаю значит выравнивать вот эти вот края значит сейчас я доделаю гильзы тут там где-то 15 штук осталось и перейдем на кухню покажу как и выравниваю края в горячей воде и так что мы делаем значит берем наши оттарцованные гильзы очки нагреваем водичку то есть берем какую-то плоскую емкость наливаем туда где-то сантиметра 3 воды и расставляем их на разогрев нам буквально понадобится минута полторы короче пока вы расставите все язычки сюда те уже можно будет торцевать пробовала кстати плойкой видел в ю тубе ролик значит надевают на плойку но вроде бы как прикольно есть плойка я пробовал но дело в том что проблема плойки состоит в том что вот эти вот острые края ну то есть звездочка вот этот острый край когда на плойку надеваешь он как бы тут большее давление он сразу оплавляется то есть фактически сложно угадать температуру на плойке температура не регулируется поэтому фактически сложно угадать этот момент и можно короче гильзы поплавить в общем такой не совсем вариант надо включать и выключать то греет она то не греет ну короче такой вариант не сильно а тут как будет этот вот вариант с водичкой он такой прикольный то есть во первых массово это все происходит значит что мы делаем дальше пока гильзы греется берем обычные гильзы которые не допустим мы не будем подготавливать под перезарядку и вот есть такая втулочка которая для суп с 7 для того чтобы обжимать край гильзы чтобы она была такая более круглая в общем такое сужение тут идет конус значит что вы делаете делаете вот так вот буквально там чуть придавливаете чтобы образовался конус и подготавливаете гильзочки то есть мы вот эти горячие гильзы будем одевать на эти холодные потому что в интернете куча тоже рекомендаций типа надевать их на баллончики цело два пустые но эти баллончики надо где-то достать их надо купить они там стоят по 10 гривен короче говоря надо но вам не надо не понятно то есть а так вот взяли гильзочку так вот подготовили что мы делаем дальше патрончики уже разогрелись и берем буквально вот на один сантиметр натягиваем и слаживаем сюда в коробочку чик все и поехали почему надо слаживать коробочку потому что если вы ну оставите буквально ну допустим она стыла там 5-10 минут постояла но потом через время она как бы немножко возвращается обратно а когда вы одеваете ну когда вы уже будете перезаряжать ваши патроны то есть там особенно если одевать вставлять там пенополистироловые пыжи то они как бы об эти острые края травмируются царапаются скажем так ну не совсем хорошо получается значит водичка у вас стоит на слабом огне то есть она по чуть-чуть я воду довел до кипения вот и вас сделал минимальным теперь просто вот так вот страхиваем водичку нанизываем на сантиметр буквально и вот в таком состоянии ваши патрончики остаются до перезарядки то есть грубо говоря сегодня уже не буду их перезаряжать то есть доводить до ума там надо чтобы они подсохли ну и как бы форму приняли а так они полежат и уже непосредственно перед перезарядкой я буду их уже использовать то есть они назад не вернутся за это время не подсохнут принципе они там чуть-чуть только край мокрый ну вот как то так принципе ничего военного ничего сложного кому нужны кстати гильзы обращайтесь после стенда есть вагон два вагона и маленькая тележка по очень демократическим ценам в описании я по написку цены ну как то так вот значит в принципе на этом как бы все что вам хотел рассказать я уже рассказал интересное значит подписывайтесь на канал пишите комментируйте всем здоровья всем бабла и до встречи в следующих видео в следующих видео тоже будет много чего интересного по перезарядке по работе со станком у поясе в общем всякие будем интересные вещи выявлять и рассказывать все всем пока а